Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу с вами поговорить о такой теме, если не сказать проблеме, как наши блогеры воздействуют на молодежь и о том, какие ценности ютуберы стараются привить своей аудитории. Целитвая аудитория ютуба это подростки и дети, то есть люди до 18 лет. Что мы знаем об этом возрасте? Это люди, которые с неустойчивой психикой, у которых еще не сформированы жизненные ценности, которые не знают, что такое нравственность и мораль в большинстве своем. И что самое прискорбное, чем больше подписчиков у блогера, тем хуже его канал. Потому что я не хочу переходить на личности, я думаю, мы с вами все понимаем, о ком я говорю сейчас. Это человек, который снимает откровенное дерьмо, простите, и на его канале 12 миллионов подписчиков. Люди, вы вообще, где ваши мозги, когда вы это смотрите? Но самое главное, Ванечка, где твой мозг, когда ты это снимаешь? Понимаете, вся проблема в том, что от того, что снимают блогеры, зависит наше будущее. И судя по видеороликам, будущее не очень радужное. Я провела такую для себя небольшую параллель 21 века и, скажем, 18-19 век. И к чему я пришла, к какому выводу? Знаете, блогеры сейчас это что-то вроде того, кем раньше были поэты и писатели. Поэты и писатели всегда несли истину, и они всегда старались донести какую-то информацию. И вот как сказал писатель, так оно и есть, значит так на самом деле. И как это не прискорбно звучит, но сейчас то же самое происходит с блогерами. Как блогер делает, значит это классно, это клёво. Знаете, Пушкин Александр Сергеевич писал, что «Долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал, что в мой жестокий век вас славил я свободу и милость к падшим призывал». Вот ни одной из этой строчки вы, к сожалению, не можете сейчас перенести на современных блогеров. И это вполне объяснимо, потому что для чего нести какие-то моральные и нравственные устои, когда можно зарабатывать денег на том, чтобы скидывать себе на голову презервативы с водой. Люди, это просто... Сейчас многие посмеялись, но на самом деле ничего смешного в этом нет. Это скорее печально, и над этим нужно плакать, а не смеяться, потому что блогеры – это ориентир. И что бы вы ни снимали, дорогие блогеры, что бы вы ни говорили, к вам будет прислушиваться молодежь, к сожалению. Сейчас выдвинут такой закон, ну, пока еще на рассмотрение, чтобы запретить пользование соцсетями людям, не достигшим 14 лет. С одной стороны, я полностью солидарна и считаю, что я бы убрала возраст, подняла возраст еще выше планку, хотя бы до 16, но, естественно, если мы запретим людям до 16 лет, сидеть в ВКонтакте, Твиттерах и смотреть что-то на Ютубе, то эти соцсети растворятся, потому что просто останется ничтожное количество людей, которым более 16 или 18 лет, и которые в этом во всем участвуют. Безусловно, да, они останутся, и, конечно же, мы избавимся от огромной кучи дерьма, но все равно проблема не останется решенной. Мне очень интересно, как они будут отслеживать при регистрации человека, сколько ему лет, и они будут запрашивать паспортные данные или что, как вы собираетесь это править, или вы думаете, что 7-летний или 8-летний ребенок не напишет, что ему 21 год. Непонятно, это такая очень важная неурядица в этом законе. Но, опять-таки, я придерживаюсь точки зрения, что запрещать скорее не нужно. Нужно самим держать вот здесь вот что-то, что будет вас контролировать. Нельзя заходить, на мой взгляд, на каналы, на которых люди, ну, в прямом смысле слова, обмазываются говном. Я бы никогда в жизни, вот если бы не тот же Соболев, я бы никогда в жизни не увидела таких видеороликов, потому что я смотрю о том, как ухаживать за собаками, я смотрю Викторию Крокус. Эли Ди, к сожалению, очень, как бы не прискорбно было это сообщать, но, к огромному сожалению, ее канал Эли Ди превратился, на мой взгляд, в такую же помойку, как и каналы других видеоблогеров. Однако, безусловно, иногда там выходят интересные видеоролики, которые я смотрю. Но зачастую, когда я нажимаю кнопочку «посмотреть», я, просмотрев аннотацию, очень быстро все это выключаю, потому что пранки подушкой-пердушкой – это как-то, ну, так себе. Я хочу вам еще раз, уважаемые блогеры, напомнить одну важную вещь. Вы делаете нашу жизнь, вы делаете нашу молодежь, и вы вершите судьбу нашей страны и нашего будущего. Делайте выводы сами, потому что, на мой взгляд, бессмысленно обращаться сейчас к 10-летним детям, которые смотрят это видео, которые смотрят другие видеоролики, потому что они это не понимают. Им кажется, что да, это смешно, но вы не понимаете одной простой истины. Даже если вы сейчас посмотрите и скажете «по фигня, я так никогда делать не буду», это настолько въедается в мозг, вы даже представить себе не можете, потому что я выросла в семье психологов и продолжаю здесь расти, и я знаю, что это такое, я знаю, как въедается в мозг реклама, дурные видеоролики, и как вообще все это заразительно. И знаете, я в воскресенье снимала со своими девочками видео о том, какая еда продается в фикс-прайсе, тест самой дешевой еды. И когда меня спросили мои родители и моя сестра, что я собираюсь снимать, у них просто были вот такенные глаза, и они просто не понимают, для чего снимать это, потому что на самом деле это тоже ложечка такая вот, тоже помойки, немножечко я добавила на свой канал на самом деле, но просто мне было это интересно, но опять-таки одно видео имеет место быть, но когда все видеоролики подряд такие, и при том, знаете, бывает и пожёстче. И вот когда я сказал, что я хочу снять, мне предложили, например, такое видео сделать. Папа мне сказал, говорит, возьми какую-нибудь проблему актуальную для вашего возраста, например, нужен ли молодёжи современный английский. Сядьте точно так же втроём и обсудите эту тему, пусть каждый выскажет свою точку зрения, подведите итог, снимайте что-то нормальное. Но я, как представитель подростков, естественно, решила отложить это на потом. Вполне возможно, что когда-то я и сниму такое видео, но пока я ограничилась на тесте дешёвой еды. И это говорит о том, что всё-таки определённое влияние есть, и от него, в принципе, невозможно скрыться, если вы сидите в какой-то соцсети или там на ютубе. Это очень сложно сделать и не попаясь под влияние вот этого всего дерьма. Я не знаю, как-то я пыталась в этом видео больше рассуждать, чем нести какую-то информацию, поэтому много было, наверное, тавтологии какой-то. Я просто старалась вынуть некоторые мысли из своей головы. Но самое главное, что блогеры – это действительно те, на кого ориентируются. Это если коротко о том, что я рассказала в этом видео. Поэтому следите обязательно за тем, что вы снимаете, ребят. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите больше конструктива в моих видеороликах или, наоборот, больше какого-то там веселья, не знаю, то напишите об этом в комментариях, ставьте лайк. Всем пока!